Всем привет, с вами Жека, вы на канале Гараж Главь и мы продолжаем делать наш жиж. Собственно сейчас приехали к нам запчасти на мотоцикл на наш. В общем заказать решили не в Китае, а в Германии. Сайт называется Lois, ссылки будут в общем в описании. Решили взять качественные запчасти и они в принципе по цене на новогодние скидки вышли так бы сам уж как бы мы заказывали это все в Китае. В общем давайте сейчас распечатывать, потому что мне интересно посмотреть что там внутри и уже будем более детально все обсуждать. Значит у нас есть два вот таких вот зеркала. Слушай ну офигенно они выглядят, просто красота. Форма зеркал это классическая, то есть у нас мы стараемся чтобы как-то под классику оно было все-таки что-то похоже на классику. Ну слушайте зеркала офигенные. Я потом ссылки на все эти товары оставлю в описании, вдруг кому-то будет интересно. Вот такое. Ну слушайте я вам скажу, что вот по зеркалам я уже точно не жалею, что мы не брали Китай. Оно правильное отдаляет, не просто зеркало, то есть у него должно быть хорошо все видно. Ну и качество сборки тоже. В общем все красивенько, это не пластмасса, но это я не знаю, это какой-то пластмасса все-таки пластик. Ну ну это качество, качество, качество. Огонь. Что у нас там еще интересного? Дед Мороз прислал. Что здесь не знает. Крутят. Это курок. Это у нас на левую руку. Ну слушай, здоровые такие. То есть это у нас сцепление. Ну пока я доволен. Тоже все классическое. Это универсальное сцепление тоже. И как я говорил, на все ссылки будут. В общем, ну не Китай. Может оно, кстати, неизвестно где оно делается, нужно посмотреть все более детально. Какая-то реклама. Вот так выглядит сайт. Я так понимаю, тут где-то должен быть из такой же коробочки два одинаковых курка. Один тормоз, один сцепление. Да. Крутяка. Ну они правда огромные. Реально огромные. Мы это уже все на мотоке будем смотреть. Но пока все металл. Нигде никакого пластика. Никаких там по отливке или каких-то там зазубрин порезаться, поцарапаться. Ничего. Все гладенько, все четенько. А мы под зеркала брали все-таки клепежи отдельно. А они здесь оказывается в комплекте есть. Это бомба. Это бомба. Так, пошли смотреть дальше. Руль. Ну я все вместе это собирать не буду. Это мы уже будем все собирать на мотоке. Но посмотреть, конечно. Руль тоже это классическая форма. Вот так он выглядит. Весь блестит. Переливается. Просто, просто огонь. Кстати, руль получился реально... Я не помню какая скидка была. Но точно помню, что смотрели. Он получился дешевле, чем китайский. Чем недорогой китайский. Поэтому выжидать всякие там распродажи, черные пятницы, новогодние подарки стоят. Грипсы. Вот. Я за них больше всего переживаю. Грипсы достаточно дорогие. И мы их вообще не собирались покупать. Но реально по скидке решили, что все-таки купим. Потому что была скидка практически в два раза дешевле. Это не стоили. Как они вообще... Насколько они нам подойдут. Потому что выглядят они... На картинке шикарно. Тут тоже выглядят они очень достойно. Это кольца. Достаточно, я скажу, толстая ручка. Ну, нормально. Это собрано из колец кожи. И она как-то должна раскручиваться вот здесь, наверное. Это подозреваю. Да, вот что-то крутится. Разбирать я ее не буду. В общем, вот такие две грипсы. Болтики в комплекте в одной ручке. Ага, по диаметру. Я все время думал, переживал, что... Как они... Потому что на фотке они идут вот так. Вот так стоят. То есть, как их одевать? Значит, это видно, что у нас правая грипса. Ручка газа. А это левая. Тут видно, что диаметры разные. Крепежные болтики. Все есть. Все на месте. Ну, они офигенные. Где мы? Огонь. Вот, кстати, взяли... Собирать, как я уже говорил, все будем вместе. Это, ну, троттл. Сюда грипса это будет одеваться. Взяли пластмассовую. Посмотрим. Ну, выглядит пока вроде бы как нормального качества. То есть, посмотрим, как это все будет работать. Если нет, то какую-нибудь другую придумаем. Придумаем, но... Но сборку вы уже увидите на мотоцикле. Что же это? Это крепежи для фары. Фару вы нашу видели. И стандартный крепеж, который идет на стандартных изжах, вы знаете. Он нам не нравится, как, мягко говоря, категорически. Думали вообще оттуда выкидывать и придумывать, как в колхозе, какой-то свой крепеж для фары. Но немцы, как говорится, уже все придумали за нас. Тоже это должен быть как-то универсальный крепеж. Есть проставочки резиновые. То есть, подходят на разный диаметр. Терьев. И выглядит это все вот так. Оп, один. Оп, второй. И там фара. Вообще красота. Это все металл, это не пластмасса. Ох, уже как это все хочется поставить на мотоцикле. Не представляете. Вот еще есть картинка, как это... Если кто-то не понял, как оно крепится, это вот так вот. То есть, фара, крепеж для фары. На нем нету, куда крепить поворотники. У нас есть четыре вот таких поворота. Эти пойдут наперед. Эти пойдут назад. Это абсолютно одинаковые сигналы поворотов. Просто эти черные, а эти серебристые. Это тоже не пластмасса должна быть. Это металл. Это действительно металл. Ну... Ну... Вообще красота. Просто красота. Когда это все будет работать, это будет просто все в огнях. Ручки трусятся. Просто. Ну и здесь тоже с качеством. Все. Все с качеством. То есть, ну нету. Почему? Я же еще раз говорю, что... Почему решили брать не Китай? Потому что обычно Китай распечатаешь. Вот эта фигня. Такой поворотник, если это будет Китай, он будет пластмассовый. Возьмешь, вот это все будет. Тут задиры какие-то будут. Тут будет какая-то сопли какие-то. То есть, ничего этого нет. Берешь в руки, чувствуешь, что... Качественная деталь. Чего-то не обратил внимания, что на курках есть под зеркала крепежи. И взял еще отдельно вот такие крепежики. Ну, я думаю, они у нас не пропадут. Потому что тоже давайте... Я думаю, что... Или не будем распечатывать. Видно, что это тоже металлический крепеж. Тоже сделанный... Хорошо. Для зеркал. И вот такие... Вот такие крепежи. Почему на них реально поближе посмотреть? Они тоже цепляются на перья. Надо будет какой-то, наверное, или резиновый. Посмотрим, как оно все будет подходить. То есть, тоже... Ну, это не пластмасса, это металл. Хромированный, я так понимаю. Не знаю. Ну, то есть, он весь блестящий. И сюда будут наши... Крепиться наши поворотнички. Ну, или вот так. Это уже будем... Как там оно? Это уже по месту будем смотреть. То есть, это крепеж для... Спереди на перья повороты. Тоже крутой. Он когда вот так запечатанный, выглядит... И распечатанный выглядит абсолютно по-разному. Так, этот тросик, наверное, сцепление брали. А сколько он нам нужен, не знаю. Ну, и последнее. В общем, ничего необычного, просто тросик. На всякий случай. И последнее. Вот это тоже хотелось убедить, как оно выглядит. Сейчас я вам покажу. Как раз он хорошего размера, не очень большой. На нем написано стоп. Будет у нас посередине, под сидушкой. Есть уже мысли, как... Потому что стоп думали вообще по-другому делать. Но я когда этот увидел, то решил, что, наверное, будет у нас такой стоп. Ну, он тоже классно выглядит просто. Здесь для подсветки номера. Но у нас номера, правда, здесь не будет. Но вообще, кому-то, если интересно... Потому что я знаю, что обычно проблемы есть, особенно когда кастомные какие-то вещи сам делаешь. Вот задний стоп найти, это проблема. Придумать, что оно будет, по-моему, очень крутой стоп. Если он особенно висит там, где будет номер, подсветочка, надпись, качество сборки. Но опять же, в комплекте вот еще какие-то проводки идут. Зажимы, крепежи, чтобы прижим... Ну, это будем рассмотреть. Ну, так, на первый взгляд, все очень достойно, реально. Еще нам прислали. Для упаковки немцы тоже пакуют там всем, чем можно. Я не знаю, журнальщик поизучаю. Я не дождусь, вот реально, не дождусь, когда мы это все будем устанавливать на мотоцикл. В общем, если вы хотите увидеть, как мы это все будем ставить на наш ИЖ, как после этого будет выглядеть наш ЖИЖ, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, в комментарии напишите, что вам понравилось, может, вам что-то не понравилось. Ну, как обычно. Всегда рады вашим комментариям. С вами был Жека. Пока-пока!